Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет короче версия, потому что уже 10 минут. Итак, сегодня у нас тренировка на спину с полотенцем. Можно по правде и без него, но лучше с полотенцем, чтобы мы могли подвести вот так руки, чтобы мы видели, и все было нормально. Так, поехали, начнем с разминочки. Итак, тянемся вниз на раза 3-5, затем по кругу тянемся. Затем крутим все тактики. По три раза опять же в одну сторону и в другую сторону. И ноги тоже, про них мы не забываем. Да, ребята. Ну что ж, последнее упражнение, кто помнит какое? Планку. Планочки, ребята. Вот была такая планка, и есть вот такая планка. Мы берем из одного звука до планки, переходим на другой. Кому тяжело, можете просто поставить куланочки. И делаем, ну раз в пять. Ну, так, давайте начнем тренироваться без перерывов полторы минуты. Кстати, перерыв будет, да, перерыв будет. Может, я вас не буду. Смотрите, так. Уберем, сводим плечи, сводим вот здесь вот так. И делаем вот такой мостик. Раз, два. Раз, два. Плечи у нас сводены, сведены, да, сведены. Не такая кривая спина, а плечи сведены как можно сильнее. Выдох, вдох, выдох, вдох. Можно запить водички. Следующее упражнение, главное упражнение, это стеночка. Мы встаем около стены, около шкафа, там у меня есть вкладки. Около двери, и дверь она точно вроде у всех вкладка. И вот так вот делаем. Задача не вот так вот просто ведем, а наша задача, чтобы вся рука была у стены, и чтобы все части тела были в стене, даже поясницы. Конечно же, вначале вы можете, у вас может не получаться навести у стены. Это только означает одно, что вам стоит продолжать делать это упражнение. Итак, следующее упражнение. Ложимся, все легко и просто. Голова отдыхает, и просто поднимаем прямые ручки. Опа, поняли? Скоро начнем. Так, я думаю, потом я передвину камеру, чтобы вам было лучше видно. Так, ну смотри. Давайте передвину камеру, а вы продолжайте делать. Так, видно, слышно? Вроде как. Да. Так, надо стоять и стоять. Так, это прямо дело. Смотрите. На следующем упражнении тоже стеночка. Ну а можно вытягиваться. Кто хочет еще растягиваться, кто хотел при детей растягивать, вы можете что-то растягивать. А как вам лучше, когда я такой маленький в экране или когда я на полу на экран, как сейчас? Опять же лучше делать задорное упражнение мед. Следующее упражнение. Немножко подозреваем кодеку. Лайки. Вот у нас есть большой палец вверх, любимый. Пальчик большой. Что мы берем и поднимаем наши лайки вверх, вверх. Чтобы видео с нашими тренировками росло и росло. Голову можно опустить. Или если вам легко поднять. Как можно выше и как можно чаще. И делать это упражнение. Удыхаем. Следующий упражнение вы наверное догадались. Но мы будем делать. Это тоже самое упражнение. Это чуть ли не главное самое эффективное упражнение на спину. Опять же говорю. Вся рука прижата к стене. В том числе и ладонь. Также вторая рука. Поясница, грудь. Голова тоже прижата. И мы делаем данную упражнение. Можно упражнение. Можно так делать. Можно делать в лотосе. Кстати, кто умеет в лотосе садиться? Как я сейчас. Кто умеет в лотосе садиться? Очень интересное ощущение. Это кто из того. Отдыхаем. И снова наши любимые лайки. Я тоже. Показывала. Даже такое ранее я помню. Лайк оттуда. Когда-то даже я его слушала. Когда-то я его слушала. Опять же голова может быть на полу. Или приподнята. И мы поднимаем лайки вверх. Мы поднимаем не один лайк, а два. Если вы чувствуете, что какая-то рука поднимается выше, постарайтесь поднять за ней другую. Плечи у нас не вот такие вот. Они оторваны. Они сведены. Опять же, если есть вопросы по данным упражнениям, говорите. Вот так думаете, стеночка сейчас будет? Нет. Ничего подобного. Мы делаем первое упражнение, которое мы делаем. Опять же, сводим лопаточки и делаем мостик. Два мостик. Два мостик. Опять же, угол тут у нас прямой. Заметьте, попу мы поднимаем как можно выше. Прямо как лайки. И смысл в том, что мы не вот так делаем, а мы сводим наши плечи. Опять же, это главный секрет эффективности этого упражнения. Опять же, можно вот здесь задерживаться, если вам легко делать данное упражнение. Закончили. Первый этап тренировки пройден, остается отдых в полторы минуты. Так, кстати, скажите, что вы будете делать эти полторы минуты? Мне это интересно. Тёма, что ты будешь делать эти полторы минуты? Я буду так слегка заниматься. Скотиком? Интересно, что у нас будет делать Роман? Видимо, ничего. Так я понимаю, да? А я на своём отдыхе тут искаю. Тимошку потихаю. Кто помнит Тимошку из видосика, я показывала один раз. Вот он. Спортивный тоже. Толстенький. Абисинец. Красивенький. Итак, ну что же, скоро мы будем делать упражнения. Для этого нам обязательно понадобится полотенце. Возможно, нет. Вы можете делать и вот так данное упражнение. Но с полотенцем труднее, потому что смысл вот этого упражнения, которое мы сейчас будем делать. Это первое, что мы вот в этой точке должны приподнять грудь. Вот посмотрите различия. Это неправильно я делаю. А вот это я делаю правильно. Ребята, он меня поправляет. Итак. А вторая фишка в том, что ты должен максимально раскинуть своё полотенце. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Отдыхаем. И второй подход начинаем. Опять же то самое упражнение. Опять же. Выдох, вдох, выдох, вдох. И наоборот. Напишите в комментариях, если вы смотрите это запись. Отдыхаем. Кстати, есть такое же упражнение только статика. То есть мы берем просто с полотенчиком, поднимаем ручки и держим. Если у вас мало времени на тренировку, вы можете делать это упражнение. Оно тоже очень эффективно. Поднимаем грудь. Отвожу руку. Приближаясь. Снова поднимаем грудь. Поднимаем грудь. Растягиваем полотенце. Растягиваем. Чтобы оно не вот так вот волочило. Знаете? И еще могут иметь его прыгать. Чтобы оно держалось прямо. Опять же, если вам не видят полочки на ног, это не означает, что я не что-то делаю особенное. Значает, что они просто лежат на полу. Имейте это в виду. Так, смотри. Следующее упражнение называется скручивание. Мы берем и скручиваемся. Скручиваемся. Мы опускаемся. Вот наши ручки. Они не касаются земли, заметьте. Мы поднимаемся и мы скручиваем наши обе руки. Раз. Два. И так далее. Скручиваем. Задача на этой точке это... Как можно сильнее... Как можно сильнее напрягать мышцы спины. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Молодец, нам пока что не понадобится. Опять же, на отдыхе вы можете растягиваться еще вот так вот. Еще раз. Кручиваем. Продолжаем. 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 Вот в этой точке, заметьте, я поднял плечо. Я скрутил руку, я напряг спину. И, конечно же, плечи у меня не вот здесь где-то болтаются. А они у меня отведены. 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 Опять же, от того, как вы делаете это упражнение, от того, как вы делаете все мои упражнения, зависит то, какое у вас будет продвижение, будет ли оно в лучшую или в худшую сторону. И так далее. И так далее. Отдохнули и продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть. Три. Восемь. Девять. И десять. Пятый. Ух. Закончили. Отдыхаем. Кстати, как вам мой красивый коврик? Нравится ли вам он? Да. Очень красивый. Да. Очень красивый. Да. Смотрите, следующее упражнение. Давайте диагонально. Я поднимаю левую руку, правую ногу. И снова правую руку, левую ногу. И так далее. Поднимаю я, опять же, их одновременно и как можно выше. Опять же, если у вас, к примеру, нога поднимается выше, чем рука, постарайтесь догнать рукой по высоту противоположной ноги. Такое тоже может быть. Это означает, что верхняя часть поясницы сильнее, чем нижняя. Вот так. Можно поболтать ножками на перерыве. И снова продолжить. Хопа. Хопа. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Опять же, если вам легко, вы можете, как на лодочке, приподнимать. Поднимать. Что-то оторвать руки и ноги от пола. Ой, у меня одинаково поднимались. Не делайте так. Иногда. Иногда надо слушать свое сердечко. Но, возможно, не на тренировке. Потому что организм тебе может говорить, что надо закончить, надо завязать. И опять же, вместе с этим бороться лучше, эффективнее. Какие слова подобрать. Приятнее, чем бороться с этим один на один. Организмы. Интересно. На первой тренировке, самое интересное было, людей такие под 15. Сейчас, видимо, все уже сдались. Ой, проблемы с подключением. Видимо, поэтому сейчас только три человека. Опа. Смотрите, следующее упражнение. Встаем как на отжимание. Опускаем плечи. Поднимаем плечи. Опустили плечи, подняли плечи. Опустили максимально низко, подняли максимально высоко. Опять же, мы плечи не поджимаем к шее. Это смысл всех наших упражнений. Один. Раз. Два. Один. 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 Овстаем. Еще раз сделаем. Опустили плечи максимально низко. И подняли плечи максимально высоко. Опять же, у нас плечи оторваны от головы. Да, кончено. А вот я вижу, что люди начинают присоединяться, а тут их нету. Они же хотят присоединиться. Мы проверили сайт администратор, конечно, но все-таки они. Они хотели присоединиться. Вот вижу, там, принять вверху. А тут только три человека. Ну, я видела, что там, когда ты в какой-то конференции написал, что после 10 минут, возможно, и пусть это организатор. Дарья. Куда-то подливалась. А мы продолжим. Мы смотрим на Дарью администратора. И не медленно, и не быстро делать данное упражнение. Хорошо делать качество. Опять же. Итак, смотрите, следующее упражнение, пока вы отдыхаете, я облегняю. Когда мы встаем, смотрите на вот эту руку. И на эту сторону. Вот они у меня сделаны вот так. И они делаются вот так. Опа. Смотрите, как я подвинусь. Задача. Плечи у нас не опущены, а подним. Вверх. Раз. Два. Раз. Два. Опять же. Если вам трудно делать данное упражнение, вы можете не приподнимать грудь. Опять же. Вторая задача, чтобы грудь была максимально поднята. Поддыхаем. Опять же. Если вы понимаете, о каком упражнении я говорю, то делайте данное упражнение, пока я объясняю другим людям. Прямо все близко придвинулся. Продолжаем. Опустим этот плеч. А тут поднятые. Опущены. Поднятые. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. 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 Опять же. Если вам легко делать данное упражнение, вы можете вообще не опускать руки на ладони. Вдох. 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 Мы сейчас все три человека, которые занимаются со мной могут задать прямо мне сейчас. И что у них есть вопросы. Но, как я понимаю, у матросов нет вопросов, так что они не задают. Опять же, если вам тяжело, если вы не можете делать качественное это упражнение, то отдохните сколько вам надо и продолжите. Кстати, вот из-за участников, может быть кто-нибудь смотрел мои записи? Теон, ты смотрела записи? Пока нет, но я их вальшинист взяла и буду с ними смотреть. Понятно. Итак, смотри, следующее упражнение. Мы лодка, которая лоббирует. Задача мы вот не плод плоский, а мы лодка, имеющая определенную пуклую конструкцию. Или выпуклую. Смотря с какой стороны, посмотри. Вдыхаем. Опять же, я не дорасскажу смысл этого упражнения. Смысл этого упражнения поднять и сократить плечи. И вот так вот тянуться своими ладонями поочередности к пятному. Последнее упражнение. Так что, продержитесь. Сделайте последнее упражнение максимально качественным. Последний даже подход не упражнение, а подход. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Дарья у нас все еще, как я вижу, не присоединилась. Давай, Дарья. Дарья. Я не знаю, где я. Ой, наконец-то начали. Высшие просьбы, наконец-то люди присоединились. Итак, продолжаем. Смотрите так. Помните, мы делали вот это упражнение? А сейчас мы делаем то же самое, только усложненную версию, как я говорил, мы не опускаем руки на пол. И плечи у нас подняты. Особенно вот в этой точке. Вот в этой. И плечи у нас оторваны от головы. Оторваны. И мы можем делать медленно. Можно делать очень медленно. Это зависит от того, как вы хотите. Я вам не только даю выбор в голосовании, я вам даю выбор и тут. И говорю вам о уровне сложности. Вы можете делать все для меня упражнение. И так, полотенчик, как мы помним, данное упражнение, вот это вот, мы его делали. Опять же, для новопришедших мы, задача, у нас плечи сведены всегда, всегда на всех упражнениях. И вот в этой точке мы поднимаем грудь за счет мышц поясницы. Поясницы это вот эти мышцы, которые по центру. Хоп. Можно еще ноги приподнять, если вы хотите на грудь поясницу, и вам легко делать предыдущие упражнения. Так, вот. Опять же, если вы не видите мои пятки, это не означает, что я как-то дрыгаю. Это только означает то, что они не видны. Просто наоборот. Итак, смотрите, мы расстилаем наше полотенце вот таким образом. Пойдем сюда, локти, заметьте. Спина у меня приподнята. И мы сводим, начал, лопатки. Задача просто сварить лопатки. По-моему, это нормально и легко запомнить. Сводим. Сводим. Опять же, что такое сводим? Вот у нас. Вот мы свели лопатки, а вот мы их свели. Поняли? Мы не свели лопатки, а вот мы их свели. Обратите внимание на мои плечи. Раз. Два. Три. И так далее. Пока что следующее упражнение не понадобится. А это упражнение скручивания. Опять же, если вам легко делать данное упражнение, вы можете поднять ноги, чтобы нагрузить поясницу. Мы в упражнении их в основном нагружаем в верхней части. А поясница тоже важна. Поэтому, чтобы нагрузить все части поясницы, вы можете поднять еще ноги. Заметьте, вот они у меня подняты. Хоп. И они у меня опущены. Хоп. Подняты. Опущены. Подняты. Опущены. Опять же, креативные зрители моих видео могут делать один раз сложную версию, один раз версию полегче. И так, снова понадобится полотенце. И снова мы делаем это же упражнение, которое мы делали до этого с полотенцем. Скручиваем. Так мы можем делать медленно. И задача сейчас делать медленнее. Мы не кладем руки на пол. Мы поднимаем их. Они у нас на весу. Левитируют. Левитируют. И мы растягиваем платье. а самая часть тренировка подошла к концу сколько у нас времени осталось администраторы у вас еще 10-15 минут за 10 минут я могу объяснить главное упражнение на спину которое мы сегодня делали и которого желательно выполнять дома по 2 или 3 подхода по 10-15 возможно 20 раз или же если мы делаем остались выполнять по полу минуту опять же первое упражнение это стеночка выполняется либо стоя либо сидя опять же задачу стеночки повторял сотый раз повторяю сотый раз это прижать все части спины к стене и прижать руки к стене еще голову тогда упражнение будет эффективно заметить даже у меня в этой точке локоть приподят это означает что мне надо продолжать делать это упражнение и так следующее упражнение которое мы делали упражнение с полотенчиком или без полотенчика я вам покажу другие версии вот она с полотенчика мы подтягиваем на полотенце опять же вот в этой точке мы приподнимаемся если вам легко вы можете оторвать свои ноги от пола и если вам можете делать без полотенца это тоже нормально опа вы знаете когда я был в театральном кружке там было такое упражнение представить какой-то предмет ну он как бы его не тут нету но ты должен его представить и что нибудь с ним сделать стакан взять выпить полотенце вытереться ножницами постричься понятно опять же вот если я показываю ножницы я не показываю их пальцами я делаю вид что я ими пользуюсь они у меня невидимы а задача других это догадаться что это за предмет и чем раньше я не догадался тем больше очков дает 100 тому кто придумал опять же там не повторяются какие предметы итак можно еще сделать это два главных упражнения а есть еще многие авторостепенные итак кто может быть мне скажет есть еще одно упражнение это статика под названием лимонаса мы как лайки поднимаем да помните лайки только они у нас все время теперь приподят наши задачи еще поднимать поднимать и не следующие упражнения так просто лайки я про них уже говорил мы поднимаем лайки и опускаем так ну что же осталось минутах 10 да и так последнее упражнение на силу мне кажется можно потерпеть это лимонаса я ее только что показал я буду я простою лично две минуты ваша задача засечь где-нибудь вот здесь вот тут вот на экранчике засечь сколько вы делали в следующий раз постараться делать немножечко длиннее длиннее и качественнее качественнее делать данное упражнение опять же если вы перебороли рамку две минуты вы мне скажите я буду делать две с половиной опять же начали итак задача у нас как лайки пальцы приподняты вверх не опущены а приподняты еще раз плечи приподняты и они и они они далеко от нашей головы не близко далеко так делаем дело дело не сдаемся даже вот так я покажу чтобы вам было видно еще мои ноги так тридцать можно еще так покачивать подплясывать опять же еще задать у нас ягодица расслаблена с первого раза вы даже можете не понять как это ягодица расслаблена мы можем вот так вот напрягаем напрягаем а потом вы ее просто в какой-то момент расслабите потому что она вам минутна будет и вы будете делать упражнение без помощи вашей задней пять минут две лаки опустил их надо поднять итак последние три секундочек поднимаем как можно выше грудь отволим как можно дальше плечи и поднимаем как можно выше наши лайки десять секунд пять итак кто сколько сделал кто сколько сделал теонта сколько сделал минуту пятьдесят девять почти дошла почти дошла у нас сейчас заминка мы продолжим для заминочки вот заминочку нам надо немножечко заминочка это у нас растяжка опять задача заминки мы растягиваемся нефига задача заминки у нас чтобы наше сердце упало до того момента который у нас был вдохрировался опять же смотрите тут у нас прямой угол мы берем и растягиваем руку задача мы отводим отводим наше тело вон туда в ту сторону и также другой стороной опять же у нас рука полностью прижата к стене плече тоже пока ровно коленочках вот выкруто подтягиваем держим смотрите как меня видно да вы можете делать что упражнение стоит дальше локоть отвести как можно дальше в противоположную сторону то есть если у нас рука вправо мы отводим влево или если лево то наоборот вправо отводим и также другую руку опять же если вы чувствуете что левая рука к примеру не до этого боку менее растянута чем право то просто растягивайте левую руку подольше в скором времени она у нас станет гибкой как право переходим к ножкам помните мы делали вот это на тренировке ног сейчас мы делаем вот такую просто берем поднимаем нашу пяточку мы стоим на пяточке на носочке на носочке и так наша задача не просто сидеть наша задача отвести вот эту коленочку вы можете дальше вон в ту сторону кстати это упражнение выполняют люди перед шпагатом чтобы растянуться перед тем как вы делаете шпагат и также в другую сторону вы делаете вы можете придерживать как я рукой, локтем или плечом задача должна растягиваться вот эти мышцы так следующее упражнение растяжка ноги можно устать у стеночки если у вас проблемы с балансом мы поднимаем эту ножку доводим ее до конца если вы чувствуете растяжение в этом положении то оставайтесь в нем если вы не чувствуете растяжение вы отворите ногу дальше дальше чтобы чувствовать растяжение вот в этой мышце вот в этой верхней так также в другую сторону так просто опять если в прошлом упражнении на лимонасе вы напрягли вас вы можете растянуться если у вас в этом положении что-то растягивается ну что а на этом моменте мы заканчиваем нашу тренировочку так сколько минуточек осталось осталось две минуты и так может быть администраторы пожелают чего-нибудь нам администраторы или мы чего-нибудь пожелаем администраторам так если администраторы стесняются то я пожелаю им чтобы они были более открытыми проводили с нами больше времени тренировались вместе с нами по нашим записям так были счастливыми и радостными я вам желаю того же всем тем кто смотрит запись смокнемся бутылочкой всем удачи совершенствуемся вместе пока пока